Для проверки резкости боя ружья я заготовил пару сосновых дощищек и штангенциркуль. Сейчас мы отстреляем по ним дробовые патроны. Пятый номер все тот же, пятый номер 32 грамма. И проверим, на какую глубину дробины входят в сухую сосновую доску на дистанции 35 метров. Исходя из этого, будем говорить о резкости боя ружья. Итак, дробь номер 5, дистанция та же, условия те же. Проверка резкости. Начали мы с инерционки, теперь газоотвод. Заоружаемся штангенциркулем и идем смотреть. Считается, что достаточная резкость для охотничьего ружья, это когда дробина входит в сосновую доску больше, чем на 1-2 своих диаметра. Диаметр дробинки в дроби номер 5 3 миллиметра. Давайте проверим, насколько глубоко эта дробь вошла в доску. Расстояние до дробины 4 миллиметра и плюс еще диаметр дробины 3 миллиметра. Ну давайте полтора миллиметра, да? Располовиним его на двое, то есть 5,5 миллиметров глубина проникновения. В принципе результат похожий. 4-5 миллиметров до дробины. Значит еще добавим полтора, это будет 5,5-6,5 миллиметров глубина проникновения. Очень неплохая резкость, как для обычного патрона 12х70. Теперь результат газоотводного полуавтомата. 4 миллиметра, 4,5. Ну в принципе результаты достаточно похожи. Возможно, возможно вот 5 миллиметров. Зависит еще, конечно, от того, на какой участок дерева попала дробинка. Но в целом результаты практически одинаковые.